Привет, Ира! Привет, Дима! Обязательно расскажу и познакомлю наших телезрителей с программой выходных дней. И начнем с культурных мероприятий. 17 июня музей-заповедник Горки-Ленинский приглашает на детское театрализованное представление «Незнайка и камень знаний». Актеры театра «Кукол Иллюзион» покажут спектакль, построенный в игровой форме, а красочные декорации и профессиональная работа актеров не оставят зрителей равнодушными. Начало мероприятия 12.00. А 18 июня в воскресенье в музее-заповеднике Горки-Ленинский пройдет концерт джазового оркестра под управлением Федора Лешкевича. В программе прозвучат музыкальные композиции начала прошлого века в оригинальных аранжировках известных джазовых исполнителей 30-40-х годов и эпохи свинга. Начало в 14 часов. Районный историко-культурный центр приглашает в выходные дни с 11 до 17 часов посетить выставку «Учитель и ученик. Природа родного края». В экспозиции представлены работы преподавателей и учащихся в детских школах искусств, образовательных учреждений, творческих коллективов и центров Ленинского района. Ну и спортивная афиша. 18 июня в воскресенье на стадионе «Металлург» пройдет чемпионат России по мотоболу. В соревнованиях примут участие видновчане из команды «Металлург» и спортсмены «Ковровца» из Владимирской области. Игра начнется в 10 часов утра. Обязательно приходите болеть за наших. И в заключение о кино. В кинотеатре «Искра» фантастическая мелодрама «Орбита-9» космическая станция держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта, 20-летнюю Элену, только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс, первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Девушка еще не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества. Также я напоминаю, что в дни летних каникул в кинотеатре «Искра» проходят мультсеансы для детей стоимостью 60 рублей. Начало в 11 часов утра. Конечно, это не все мероприятия, но я постаралась рассказать о самых интересных. Дима? Большое спасибо. Думаю, каждый найдет себе что-то по душе.